Всего несколько часов назад президент США Дональд Трамп объявил о том, что Штаты больше не намерены поддерживать гибридный цирк, устроенный Москвой в части договора об ограничении ракет малой и средней дальности. И уже утром было опубликовано заявление министра обороны Великобритании Кевина Вильямсона о том, что Великобритания вслед за своим стратегическим союзником тоже выходит из договора, при этом он отметил следующее. «Москва превратила этот договор в посмешище». Это касательно причины выхода, а также подчеркнул. «США являются нашим давним и надежным союзником, и мы решительно поддерживаем их в том, чтобы донести до Москвы четкий сигнал. Россия пора выполнять те обязательства, которые она взяла на себя по международным договорам». Кроме самого факта синхронного выхода стран из договора по РСМД и формального объявления перехода к строительству этих ракет, есть некоторые вещи, которые не озвучены, но читаются из этих заявлений. Первое. Готовность Запада реагировать на подобные вещи проверенным путем, ответными действиями, превышающими по эффективности то, что может сделать противник. Второе. Уже есть четкое понимание того, что Москва окончательно утратила репутацию договороспособного оппонента, и теперь формальные договора утрачивают любую актуальность. Теперь уже речь идет о том, что словеса Москвы и даже ее подписи на бумагах никому не интересны. Теперь будут оцениваться исключительно действия. Между прочим, это универсальный рецепт от любого рода гибрида. Не слушай и не читай ничего из того, что генерируют эти деятели. В тот момент, когда они произносят свои речи или ставят свои подписи на документах, они уже не собираются выполнять обещанное. В этом и есть суть гибрида. Москва понимает, что Запад привык придерживаться своих обещаний, потому что репутация – одна из самых серьезных ценностей западной цивилизации. А Московия никогда к ней не принадлежала, а теперь уже прямо декларирует свой особый путь и статус, условно называемый Азиопой. Собственно говоря, Запад и Московия оперируют различными базовыми понятиями, и слабость Запада в том, что он незаслуженно приписал Москве стремление к ценностям западной же цивилизации. Но самое опасное то, что Москва уловила этот момент и сочла за слабость. То есть Путин будет говорить то, что от него хотят слышать, он подпишет любую бумагу и в тот же день со смехом подотрется ею, а в своем кругу будет хвастаться, как своей пустой и цветастой речью развел лохов. Иллюстрацией этого момента могут служить свидетельство очевидцев, описывавших радость Сталина после подписания пакта Молотов-Риббентроп, когда он подпрыгивал и радостно кричал «Надурил! Надурил Гитлера!» С тех пор ничего не изменилось. Если только задаться целью и перечислить реквизиты договоров, которые нарушил только Путин, то можно будет это выпустить увесистым томом. А если туда прибавить и то, что было нарушено совком, то многотомник будет обеспечен. В общем, наконец-то до Запада начинает доходить, что с Путиным надо поступать ровно так, как это было с совком. Только физическое противостояние и превосходство во всем заставят этих дикарей вникать в тексты документов, которые они подписывают. Еще одна маленькая деталь напоследок. Ракеты средней и малой дальности бесполезны для использования с территории США против той же РФ. Поскольку максимальная дальность ракеты среднего класса – 5500 километров. Это значит, что если принято решение выйти из договора и начать производство, то эти ракеты должны находиться в Европе. Так вот, заявление Вильямсона можно расценивать так, как минимум Британия станет местом базирования ракет, но есть уверенность, что Британия не останется одинокой в этом решении и найдется еще несколько стран, которые дадут согласие на их базирование. Можно даже догадаться, какие именно страны согласятся. В общем, многоходовочка в чисто путинском виде, с чем его и поздравляем.